Привет! В августе 2019 года на Нижнем Амуре был нанесен серьезный удар по казачьему движению, а именно была совершена серьезнейшая провокация, целью которой, как предполагается, ставилось окончательно дискредитировать казачество на Нижнем Амуре, а возможно и в целом по России. 18 августа было выдумано очередное резонансное дело, когда на реке Иске казачий дозор выявил провокатора и наказал его, как провокатор сам об этом умолял. А вот 30 августа в Николаевске-на-Амуре был зарезан казак. Историю за провокатора и выдуманное резонансное дело со слов участника я перескажу в одном из своих очередных блогов. А вот за убийство казака нам взялся рассказать так называемый атаман Паскотин, который был одним из участников событий, за которыми, но не в силу которых, последовало жестокое и, как предполагается, показательное убийство. Мы с оператором шли покупать новое оборудование для блога, и тут на нас буквально выскочил так называемый атаман Паскотин Николай Викторович. Он сказал нам, что в курсе всех событий и буквально потянул нас в следственный отдел, возле которого повел себя более чем странно. Внимание, смотрим сюжет. Он меня сказал, что можно снимать. Сними, сними. Сними. Я снимать тебя не могу. Мы находимся возле следственного отдела. Ну все. Кого я убил, скажи. Там в интернете выставили. Ну я не знаю кого ты убивал. Ну ты сказал, вы убили. Я сказал, что был. Кого я мог убить? Я сказал, что мы так думали, да? Я законопослушный. Думай. Думай в следующий раз. И не говори глупости. Ходили слуги, что вот это жестокое, очень страшное преступление заключалось в том, что это были разборки в так называемых, в кавычках, казачьем обществе. Что там что-то не поделили. И весь город об этом говорит. Говорят именно заинтересованные лица, люди, те, которые переживают за казачество. И нас это волнует на самом деле. Если бы вы сейчас подошли к кому-либо другому прохожему, это было бы ему малоинтересно, потому что он даже не знал бы, о чем его спросили. А за что убили? Знаете? Вот я не знаю. Но зачем вы глупости? Ну разные случаи. Вот вы как бы думаете? За что? Я знаю. От начала до конца. Но это же не просто убийство. Я даже на очной ставке был. Это же не просто убийство произошло. Это какая-то кара произошла. Какая кара? Вы хоть знаете, кто у вас атаман-то, Хабаров, амурское войско ваше? Я вас... Кто? Вот ты казак. Скажи, кто у вас атаман? А он хоть знает? Я же в преступлении спрашиваю, а при чем тут атаман? Мы ответ на вопрос хотим получить. Вот поскольку он убежал, куда-то убежал, тянул на следственный комитет. Вышли несколько человек, что-то сказали и разбежали. Вот сейчас на улице мы встретили так называемого атамана Паскотина. Которого вызывали в качестве свидетеля. После убийства казака. Жестокого убийства. Я считаю, что это была какая-то изверская кара, чтобы всем другим показать, что это значит. Он что-то нас привел сюда. Сказал, я все знаю, сейчас все расскажу и убежал. Куда-то убежал. Итак, атаман пошел додумывать, а мы заканчиваем сегодняшний блок вопросом. Так кому же может быть выгодна дискредитация казачьего движения? Субтитры сделал DimaTorzok.